Вопросы внутренней политики и ярко выраженный социальный характер. Президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Врачи проекта «Красный чум» обследовали в Ненецком округе более 400 человек. Итоги медико-социального проекта подвели на заседание круглого стола. Территориальное общественное самоуправление Старой аэропорта и Наринмарский авиаотряд подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Здравствуйте с главными событиями в студии Иван Никонов. Президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это послание стало 15-м для Владимира Путина. В 2019 году оно было посвящено преимущественным вопросам внутренней политики страны. Сегодняшнее послание главы государства носило ярко выраженный социальный характер. В своем обращении к Федеральному собранию президент затронул темы, которые касаются здравоохранения, социальных выплат, ипотеки, новейшего вооружения страны, сотрудничества внутренней и внешней политики государства. Послание президента России к Федеральному собранию продолжалось 1 час 31 минуту. Ключевой задачей, которую определил Владимир Путин, стала задача сбережения народа, в том числе оказания всемирной поддержки российским семьям с детьми. Глава государства заявил, что в этой сфере уже подготовлен целый пакет законопроектов. В частности, президент предложил уже с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами с детства первой группы. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе. Кроме того, Путин заявил о снижении налоговой нагрузки для многодетных семей. Шагом к этому, по его словам, станет увеличение федеральной льготы на недвижимое имущество. Также он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Еще одной мерой поддержки семей, где родится третий и последующий ребенок, станет частичное погашение ипотечного кредита напрямую за счет федерального бюджета. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Для бедных россиян глава государства предложил ввести социальные контракты. По подсчетам специалистов, такой государственной поддержкой за пять лет смогут воспользоваться свыше 9 миллионов человек. Говоря о банковских кредитах и взявших их граждан, которые лишились дохода, президент предложил ввести дополнительные гарантии. В частности, речь идет об ипотечных каникулах. Еще одна важная тема, которую отметил глава государства – индексация пенсий. Президент заявил, что с этого года она должна осуществляться сверхуровня прожиточного минимума пенсионеров. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверхуровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. Говорил Владимир Путин и об улучшении качества медицинских услуг. Президент поставил задачу к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Отдельно Путин остановился на проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями. В послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Чтобы увеличить приток медицинских кадров в российские регионы, президент предложил поднять возрастную планку для участников программы «Земский доктор». Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь надо, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Врачи – миллион рублей, фельдшера – 500 тысяч рублей. Еще один важный вопрос для всех российских регионов, который поднял своей речью президент России – утилизация мусора и ликвидация свалок, расположенных в городской черте. В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. А за шесть лет и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. В заключении глава государства отметил, что добиться поставленных целей можно только объединяя усилия в консолидации общества и включенности граждан в дела страны. Анастасия Саботович, Телеканал «Север». Послание президента, которое прошло в гостином дворе, слушали члены обеих палат российского парламента, члены правительства, главы регионов и руководители ЗАГС собраний. От Ненинского округа на оглашении послания присутствовали губернатор Александр Цибульский, председатель собраний депутатов Александр Лутовинов, депутат Госдумы Сергей Коткин и сенатор Рима Галушина. Глава региона отметил, что сегодняшнее послание президента носило ярко выраженную социальную направленность. Президент крайне детально прошелся по большинству национальных проектов, национальных приоритетов, которые обозначены в соответствующем указе президента. Мне кажется, что послание носило такую ярко выраженную социальную направленность. Президент касался основополагающих вопросов развития человека, развития нашего общества и ощущения комфорта и качества жизни. В первую очередь это поддержку материнства, поддержку детей. Большое количество вопросов, касающихся обеспечения первичных потребностей человека, именно здравоохранения, образования, те права, которые на самом деле присутствуют с каждым из нас практически каждый день в ежедневном режиме. И в этом смысле, мне кажется, были даны предельно четкие поручения. Многие дополнительные инициативы были обозначены уже, в принципе, как принятые решения, которые просто надо принимать и имплементировать в нашу ежедневную деятельность. Послание президента Федеральному собранию давно вышло за рамки постановки задач только для Нижней и Верхней Палат Российского Парламента. Оно задает политический и экономический вектор для всей страны на ближайшие несколько лет. В послании сделан разворот к вопросам внутренней политики, что соответствует ожиданиям людей. Основной массив послания связан с социальными темами, прокомментировал послание президента председатель окружного собрания Александр Лутовинов. Те проблемы, которые сегодня озвучивают перед нами наши избиратели, вот встречаясь в городе Наринмаре, в самых отдаленных населенных пунктах, сегодня в послании президента практически все эти проблемы были озвучены. И не только озвучены, а даны конкретные поручения правительству, Федеральному собранию Российской Федерации с тем, чтобы в самое ближайшее время, 19-й год, 20-й, максимально эти проблемы снимать. Послание президента слушали и на местах. Своё мнение по озвученным приоритетам в интервью нашему телеканалу высказал заместитель председателя собраний депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов. Учитывая особенности нашего округа, где мы сейчас все живем и работаем, это акцент на человека, на его важность, на его доходы, на комфорт его жизни. Было в очередной раз подчеркнуто, что мы живем в новой экономической и технологической реальности, наступила цифровая экономика, и надо проводить ревизию законов, подзаконных актов и норм с тем, чтобы они соответствовали этой реальности, чтобы они не мешали, а наоборот способствовали внедрению современных технологий и развитию цифровой экономики, как по всей стране. Нашего округа это также касается в одной из первейших очередей. Если мы хотим отойти от нефти и газа, от наполнения нашего бюджета из этих статей, то мы должны всячески помогать нашим предпринимателям развиваться и для этого тоже приводить нашу систему законов и актов в соответствии с тем, чтобы это им помогало. Более 400 человек, ведущие традиционный образ жизни, а также проживающих в отдаленных сельских поселениях, в прошлом году прошли медицинское обследование в рамках медико-социального проекта «Красный чум». Этот уникальный проект, цель которого – доступность медицинской помощи для кочевого населения Севера, с 2002 года активно поддерживает нефтяная компания «Лукуэлл». Накануне представители компании, а также медицинское сообщество, администрация округа и общественное движение «Есавэй» собрались, чтобы подвести итоги проекта «Красный чум» за 2018 год. О чем говорили за круглым столом, расскажет Любовь Пермякова. Переоценить значение проекта «Красный чум» для жителей Ненецкого округа сложно, ведь в силу специфики местных условий и особенностей кочевого образа жизни оленеводы оказываются вне зоны действия традиционной системы здравоохранения. У них нет возможности получать помощь, равноценную той, какой оказывают в стационарных участковых больницах и городских клиниках. Компания «Лукуэлл» поддерживает реализацию «Красного чума» с 2002 года. Проект был возрожден спустя 27 лет после последнего десанта выездных бригад добровольцев. Благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией Ненецкого народа «Есавэй» и администрации округа только за последний период с 2008 по 2018 годы медицинское обследование прошло порядка 6,5 тысяч человек. Преимущественно из числа жителей трудодоступных поселков, оленеводы и членов их семей. В состав бригады, которая осуществляет обследование, традиционно входит 11 специалистов. Это педиатр, терапевт, хирург, врачи УЗИ, невролог, офтальмолог и другие. Мы проводим порядка 10 типов исследований. При этом, например, биохимические исследования крови содержат порядка 16 показателей. Дополнительно мы проверяем эндокринную патологию, функцию щитовидной железы по тому, что у нас эндомичная зона. И также у нас в связи с традиционным образом жизни мы проверяем здоровье людей на наличие гельминтозов. В среднем проект длится 10 дней. Именно столько команда врачей исследует пациентов. Новейшим оборудованием и медикаментами экспедиция оснащена в полном объеме. В этом году бригада медиков побывала в поселке Харивер. Если говорить в целом о кочующем населении, то 104 человека за 10 дней было посмотрено. Всего 411 человек. В целом у нас в расцвете севера где-то порядка 60 человек, или не модом значится, за 10 дней пришло 52 человека. То есть порядка 86% кочующего мы посмотрели. В целом по составу населения могу сказать, что к нам пришло порядка 76%, от 411 человек, то есть от населения. И детей мы посмотрели, 146 детей посмотрели. В целом по поселку 41 ребенок – это дети семьи и не моды. В целом деток посмотрели мы порядка 82%. В ходе проведенной диспансеризации выяснилось, что у пациентов преобладают болезни глаза, страдает эндокринная система, нарушена система кровообращения и костно-мышечный аппарат. Медицинским работникам поселка Харивер были даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению населения. Кроме того, в рамках проекта необходимыми медикаментами были обеспечены оленеводческие бригады и методом оказания первой медицинской помощи обучены десятки чумработниц. Напомню, проект «Красный чум» был не раз отмечен экспертами, как пример успешного взаимодействия нефтяного бизнеса и органов власти в решении вопроса оказания медицинской помощи оленеводам-кочевникам и жителям отдаленных поселков региона. Также проект получил высокую оценку известного ученого, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессора Леонида Рошаля. Медико-социальный проект «Красный чум» продолжит свою работу и в 2019 году. Место проведения будет определено постоянными организаторами и финансовыми спонсорами проекта администрация НАУ, Центральной районной поликлиникой Заполярного района и компанией «Лукоил». Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 112 семей Ненинского округа стали получателями президентских выплат на первенца. Такое количество семей получили этот вид социальной поддержки с момента его введения в январе 2018 года. В январе текущего года с заявлением на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в отделение социальной защиты населения Ненинского округа обратилось 18 семей. Право на выплату имеют семьи с доходом не более полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, что на сегодняшний день составляет 32 487 рублей. В Ненинском округе размер социальной поддержки при рождении детей является одним из самых высоких в стране. В прошлом году его величина составляла 21 973 рубля. На текущий год выплата установлена в размере 21 228 рублей. Уменьшение связано с понижением стоимости потребительской корзины в регионе за 4 квартал 2018 года. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МАИ-документы. Обратиться в отделение социальной защиты населения необходимо не позднее, чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Территориальное общественное самоуправление «Старый аэропорт» и Наринмарский авиаотряд подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи на документе поставили председатель ТОСа Виктория Боброва и генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук. Сегодня в микрорайоне «Старый аэропорт» располагаются 200 частных домов, в которых проживают около 250 человек, 100 из них – дети. Территориальное общественное самоуправление «Старый аэропорт» активно участвует во всех программах и конкурсах муниципалитета и региона, получает гранты на реализацию своих проектов. Это первый ТОС города Наринмара и Нейского автономного округа. Он был первый, как юридическое лицо, зарегистрирован на территории Архангельской области и Нейского округа. Мы активно участвовали в программах городского бюджета, в частности занимались озеленением, отсыпкой проездов, участвовали в программах региона, в частности брали летом на работу подростков, они убирали мусор в течение месяца и также занимались озеленением. Жители микрорайона активно включились в реализацию программы формирования комфортной городской среды. Сейчас вышли по окружной программе местных инициатив с устройством хоккейной и спортивной площадок. Сотрудничать с авиапредприятием ТОС начал еще год назад. Тогда на детской площадке в микрорайоне «Старый аэропорт» прошел праздник «Крылья Арктики», приуроченный к 95-летию гражданской авиации России. Документ, подписанный сторонами, позволит на правовом уровне закрепить это сотрудничество. Хотели бы мы совместно с авиапредприятием вырастить детей, которые будут патриотами своего микрорайона, своего города, своего округа, своей страны, которые бы знали историю возникновения Старого аэропорта. В планах у нас создание музея истории Старого аэропорта, чтобы дети приняли активное участие в собирании информации, в создании самого музея. Рассказывали, как их бабушки и дедушки в годы войны строили аэродром и о полетах, которые совершала полярная авиация. История микрорайона напрямую связана с гражданской авиацией. В Старом аэропорту находился первый аэродром Наринмара. Поэтому сохранение исторической памяти – это приоритетное направление сотрудничества. Также в планах привлекать молодежь в отрасль гражданской авиации. Цель нашего соглашения – это привлечение, во-первых, молодежи, сохранение памяти о ветеранах, о авиапредприятии. Из тех мероприятий, которые намечены, мы хотим создать и музей, найти какие-то определенные вещи, поставить вплоть до того, что самолетом-2 памятником. Мы определим место. Но самое главное – это, конечно, привлечение молодежи в отрасль гражданской авиации. В свою очередь глава Наринмара Олег Белак после подписания документа отметил, что главная задача соглашения – развитие территориального общественного самоуправления на территории города. А также возможность увековечить память заполярных летчиков, внесших вклад в развитие Наринмара и всего региона. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости смотрите и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok